Читерские бусты, секретный промокод о котором никто не знал за 6 лет, наклы на стандартные пушки и много чего еще. Я Рейк, а ты бросай лайк по его последней цифре, смотри какой скин сегодня ты получишь. А почему? Интересно, возможно ли подобрать ту самую гранатку, которую уже выбросили и она даже бабахнула? Такое реализовать очень легко, нужно уничтожить своего врага в тот момент, когда граната его будет лететь где-то в воздухе. Она сама по себе взорвется у тебя за спинкой, а ты сможешь подобрать ту же самую гранату, которая выронится из твоего врага. Ну то есть ту же самую, которую он уже успел кинуть. Я об этом узнал впервые, бро, напиши обязательно комментарий, если ты об этом тоже не знал. Будет интересно, сколько у нас таких умных игроков в стендоффе. Баг с наклейками на эту прекрасную М4 Самурай, ее ты получить можешь очень легко. Ставь лайк, пиши комментарий со своим айди и обязательно подписывайся на канал с колокольчиком. И уже в следующем ролике я тебе ее подарю. А вот 4 победителя из прошлого ролика, у которых уже на аках обещанные промокоды. Обязательно и ты участвуй. Рейв, меня постоянно мучают дурные мысли в голове. А есть ли места на картах, куда можно выкинуть пушку, чтобы ее никто не смог найти? Да, довольно часто у игрока возникает такая идея в голове. Почему бы не забросить какую-нибудь пуху куда-то? Туда, где ее будет невозможно найти или даже подобрать. Не правда ли? Если тебе очень срочно нужно спрятать оружие, чтобы его никто не увидел, то на дюне есть отличный колодец, который позволяет забросить пушки в текстурку. И там не будет видно абсолютно никакого ствола. Вот даже пистолеты, пулеметы, эмки, все туда кидай. Ну, если только чуть-чуть видно. А так прям и не подумаешь, что там кто-то мог запрятать какой-нибудь скинчик. Еще одно секретное место есть возле ТС Пауна. Это ящики. Туда можно закинуть тоже какой-нибудь пистолетик, который будет невидимым. Это прям будет хорошо работать, если ты любишь играть со своими друзьями в прятки. А если перейти на Сэндстоун, то есть местечко, куда можно закинуть снайперку, пулемет или дробовик. И его даже невозможно будет подобрать. Находим крутую имбовую тачку, на которой было бы хорошо уехать, но, к сожалению, она недосягаемая. Но зато пушки туда можно накидать. Представим игровую ситуацию. Если ты остаешься один в пять, и у тебя АВП, которую очень хотят твои враги. Просто вплотную подходишь к этой сетке и выбрасываешь оружие, оля! И даже ты его не сможешь достать. То же самое можно сделать и со спасом, например, и с пулеметом, ведь все хотят получить это оружие у тебя, не так ли? Но, к сожалению, пистолет, эмку или калаш туда закинуть нельзя. Сетка какая-то пренебрежительная, она отделяет пушки, ей нравятся только большие стволы. Переходим к следующему лайфхаку. Как заработать голду, не донатя ни копейки в игру. Это сделать очень легко. Раньше этого бага не было, но сейчас я нашел очень хорошее приложение по заработку голды без обмана и смог вывести игровую валюту на свой аккаунт. Скинс фарм, с помощью его можно быстро, а самое главное бесплатно получить голду в стенд оф 2. В этом приложении ты просто выполняешь любые задания, получаешь монетки и потом эти самые монеты обмениваешь на голду в стенд офе. В скинс фарм очень много заданий, даже есть на 1000 голды. Также есть ежедневный бонус, просто заходи и лутай монеты ежедневно. Потом выбирай любое тебе понравившееся задание, выполняй и получай голду на свой баланс. Я уже давно пользуюсь этим приложением и каждую неделю на балансе у меня минимум 500 голды. И мне сделали промокод RAVESTAND, при активации которого ты получишь монетки бесплатно, обменивая эти самые монетки на голду. Давай проверим, как легко можно вывести голду с скинс фарма. Вот как раз 500 я и выведу. Я указал свой ID, выставил скин в стенд офе и меньше чем за 10 минут у меня выкупили тот самый скин. Приложение очень легкое и понятное, главное, что его можно установить и на андроид и на айос. Скачивай по ссылке в описании или в закрепленном комментарии. Вернемся на Сэнстоун, карта дырявая не только в одном месте рядом с машинкой. Также эти самые некоторые большие стволы, которые любят эта карта, можно перебрасывать с мида на плент А через перегородку. И не обязательно ей даже перекидывать сверху. Просто подходишь вплотную к стене и выбрасываешь оружие. Также точно это работает и с другой стороны. Фиксить разработчикам этот лайфхак не нужно, потому что те же самые пушки можно перебросить сверху. И в этом почти что нету никакого смысла, но интересно-то как? Гангстер, напиши в комментарии, как ты думаешь, нужно ли разработчикам это фиксить или просто-напросто оставить этот интересный баг? Я очень люблю читать комментарии, которые ты оставляешь. Хотя бы айдишник напиши, чтобы я для тебя промокод разыграл. О-о-о-о, рей, я кажется сломал стенд фуф 2. Я выкинул дым в мусорку, он мне не понравился, а он начал крутиться и злиться. О-о-о, что делать? Хо-хо-хо, есть интересная штука. Как заставить дым или молотов с гренкой крутиться на мусорном пакетике? Все очень просто, забираешься на него и кидаешь любой раскид. Он срабатывает, но не сразу. Игра где-то в голове у себя думает, то ли это гранатка в полете сейчас, то ли в твоей руке, поэтому не понимает, какую команду дать твоей раскидке. Из-за чего и получается... Гэнгстер, если ты знаешь какой-нибудь интересный лайфхак или крутую фишку, то напиши про нее в комментарии. Она попадет в следующий ролик, а ты получишь голду на свой аккаунт. Это очень выгодная сделка с рейвом. Обязательно пиши в комментарии какой-нибудь лайфхак. Бацат на дюни. Смотреть через прозрачные текстурки, вау, какая красота. Баг, конечно, на первый взгляд интересный, но лажа полная, потому что его могут прострелить со всех сторон. К тому же, если оппоненты могут пользоваться дымом, то ты даже и не поймешь, что они зайдут на плент и поставят пачку. Да и очень эта фишка в реализации неудобна. Использовать ее в бою, конечно, можно, но профита от этого никакого. Тотарев, я эту фишку юзал, юзал, и меня потом забанили. Я и программки еще дополнительные скачивал для стендуфа. По какой причине я получил бандажи, не знаю. Как раствориться на карте, чтобы ты видел всех врагов, а тебя никто? Очень легкий и профитный смог на дюне. Просто-напросто становишься в этот угол и целишься в эту дровеняшку. Все, что тебе остается далее, это нажать на кнопку броска. Дымок попадает в такое положение, что ты, конечно же, всех видишь, а тебя нет. Но это нужно делать очень быстро, потому что по таймингам, если будешь еще тормозить, то враг успеет к тебе прибежать и уже увидит твою махинацию. Маленькая фишечка. Если тебе вдруг по какой-то причине необходимо запрыгнуть на эту плитку на пленту Б, легко. Тиммайты тебе не понадобятся, которые, конечно же, также могут тебе в этом помочь. Но с помощью вот этого маленького кирпичика ты можешь сам залезть наверх. И с помощью уже этой плитки перепрыгнуть за решетку и упасть в голубенькую или зеленую водичку. Классно там будет покупаться. Позиция не очень скилловая, но паркурить ты теперь умеешь больше обычного. Да и на лодке каждый мечтал поплавать, теперь ты можешь это реализовать. Так что, бро, не зря ты подписался на канал Рейва, потому что с каждым роликом узнаешь много интересного, не так ли? Или еще не подписался? Бро, ну не надо так. Так, подпишись обязательно, я расскажу, что это очень много крутых фишек по стендов 2. Халявный промокод, о котором никто не знал. Это код от бомбы. Давай же его быстро попробуем ввести. Ну вот, блин, срок активации уже давным-давно истек. Но если эти самые цифры ввести в айдишник персонажа, то мы узнаем, что такой игрок имеется. Правда, он не заходил уже очень-очень давно. Эх, было бы прикольно, если бы он переименовался в бомба и поставил подходящую аватарку. Да, вот бы мне такой айди. Элементы паркура продолжаются, я научу тебя еще одному классному запрыгу. Переходим на карту Бризи. И на планету А можно запрыгнуть на коробке, даже без помощи твоего союзника. Эти ступенчатые коробки немного выпирают по пикселю, с помощью которого можно забраться с одних на другие. Если ты приловчишься быстро туда забираться, то врагов будешь встречать с позицией Ничего себе, как он туда залез! Пользуйся, для активации данной фишки нужен только твой паркур. Командный бой, карта, арена. У меня уже был ролик по багам и фишкам, я оставлю подсказку вверху справа. На самую большую крышу мы уже запрыгивали с одной точки, смотри вторую часть данного ролика по подсказке справа. Там узнаешь еще один способ, а вот первый, достаточно попросить одного тиммейта, чтобы он тебя забустил с прыжком. И вуаля, очень легко ты забираешься на эту самую крышу, можешь бегать туда-сюда, смотреть все что угодно. Единственное, в бою это нужно сделать очень быстро, потому что тебя с легкостью вынесут твои враги. Это творится прямо на меду, по центру карты. Поэтому просто ставь лайк, чтобы разработчики делали еще больше имбовых бустов. Они смотрят все мои ролики, поэтому если тут будет лайков хотя бы 100, то они добавят бусты на новой карте Дюны. Обязательно ставь лайк. Еще один баг, если ты этот ролик скинешь своему другу, то у вас на аккаунтах появится по 100 голды. Это правда или обман. Но это мы и узнаем, скидывай ролик другу обязательно. Также кликай по этому ролику, тут я показал еще очень много крутых лайфхаков, которые ты еще не смотрел. Обязательно переходи и смотри.